Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Вакантная должность в Бобруйске с начала года трудоустроена свыше двух тысяч человек. Наиболее востребованные рабочие профессии – это продавец, швея, повар. Какие профессии в топе? Ночной гость. Судебные эксперты помогли раскрыть кражу в Бобруйском районе. Тщательный осмотр места происшествия позволил изъять следы злоумышленника. Кто скрылся с места преступления? От стильного лука до рюкзака. В Бобруйске открылся школьный базар. Мы к школьному сезону готовы. Куда можно сходить на шопинг? А также уборочная кампания, супербыстрая зарядка и капризная погода. В Беларуси на среду объявлен оранжевый уровень опасности, что прогнозируют синоптики. В фокусе внимания уборочная кампания. Президент совершил рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области. Главе государства на ООО «Беловежский» подробно доложили про особенности этого года и, конечно, перспективы в целом по стране. Упор на технологии и корректировку работ под уникальность каждого региона. Александр Лукашенко потребовал не расслабляться, ведь впереди еще огромный шлейф в сельхозработ, который надо успеть произвести в оптимальные сроки. Жестокое мое требование посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Это озимый ячмень, это озимый, наверное, рапс, отчасти, где это возможно. Высвободим поля, раньше посеем озимое. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас август-сентябрь месяц. Там, где подсушило, дожди прошли, пошли травы, так? Их надо убирать. Значит, нам придется заниматься упорно кормозаготовкой. Мы будем только-только в середине по республике, ну, может, 70% уберем зерновых культур. Пообщался сегодня глава государства и с жителями Агрогородкам. Приехал, чтобы посмотреть, как работают на Западе, взять на заметку перспективное направление развития села. Так президент объяснил причину своей поездки в область местным жителям. Все тайное становится явным, и судебные эксперты помогли раскрыть кражу в Бобруйском районе. ЧП произошло в поселке Лейкерта в торговом павильоне. Вор проник внутрь через окно. Ночной гость похитил спиртные напитки, сигареты и продукты питания на сумму около 800 рублей. На руку сыграло то, что камеры видеонаблюдения в тот момент не работали, а сигнализации и вовсе не установлено. Тщательный осмотр места происшествия позволил изъять следы злоумышленника. Так, на оскоках стекла специалист Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил несколько следов рук. Установлено, что они оставлены 32-летним жителям соседнего Глузского района. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Отпечатки оставил 32-летний житель Глузского района. Мужчина на протяжении двух недель скрывался в лесу. Однако, когда сельчанин наведался в свой дом, его задержали сотрудники милиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Региональный потенциал, вторичные ресурсы и развитая инфраструктура. В Беларуси построят 86 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров. Какие сроки? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Реализация проектов в рамках программы «Один район, один проект» идет с опережением. С учетом специализации регионов и их потенциала был сформирован перечень из 129 инвестиционных проектов. Районы настолько активно включились в работу, что список пришлось расширить. Теперь в нем 156 производственных инициатив, благодаря которым в регионах появится более 9 тысяч новых рабочих мест. Более 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в Беларуси за первое полугодие. Это отходы стекла, электронного оборудования, изношенные шины, отработанные масла. Больше всего отсортировано бумаги и картона. К слову, каждый житель республики за полгода в среднем сдал в переработку 43,5 килограмма бытового мусора. К 2030-му в Беларуси сеть супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров достигнет 86 единиц. Беларусьнефть определена национальным оператором зарядной инфраструктуры страны. Лефтяная компания уже давно стойко ассоциируется с развитием современного электротранспорта и уверенно наращивает сеть станций под брендом «Маланка». В студенческих отрядах по всей стране трудоустроены уже с 28 тысяч человек. Это выше результата прошлого года. Молодые люди работают на крупнейших предприятиях страны, таких как МТЗ, МАС, ГОМСельмаш, объектах БелЖД и учреждениях здравоохранения. Впервые на работу приехали студенты из России по производственному и медицинскому профилям. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и гроз объявлен в Беларуси на 2 августа. Синоптики прогнозируют на среду переменную облачность. Днем в отдельных районах пройдут сильные ливни, возможен град. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Температура воздуха поднимется не выше 26 градусов. Большие перспективы. В городе с начала года трудоустроено свыше 2000 человек. Самые востребованные профессии – водитель, продавец, швея, повар, следствия, педагог, организатор. Все еще в поиске места работы 320 человек. Для регистрации нужно взять с собой паспорт, трудовую книжку, документ об образовании. И в случае, если есть дети до 14, то свидетельство об их рождении. Все наши вакансии находятся на портале государственной службы занятости. Любой гражданин может зайти туда, ознакомливаться со всеми вакансиями. Там указаны телефоны организации, куда можно позвонить и подробно узнать всю информацию. Всего же доступно более 2500 вакансий. Чтобы получить направление на работу, достаточно обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горосполкома. Удобный мессенджер в Беларуси запустят мобильное приложение единого портала электронных услуг. Через платформу можно получить сведения об автомобиле, узнать о размере пособий и налогов, подать в таможенную декларацию. И это далеко не полный перечень возможностей. Значительная часть запросов – через ID-карту. Если ее нет, зарегистрироваться можно по номеру телефона или электронной почте. Мы смотрим, как население реагирует на это, получаем обратную связь и, соответственно, расширяем потом свой круг платформ, используем их, и будем выходить уже на iOS-платформы. Сейчас на сайте доступно порядка 300 процедур. Вскоре их станет гораздо больше. Готовая версия мобильного приложения для скачивания появится к концу года. Возможность для входа будет и у юридических лиц. Для них отдельный функционал. До начала учебного года остался месяц. В Бобруйске открылся школьный базар. Канцелярские принадлежности, одежда и рюкзаки, товары на любой вкус и цвет. В основном – отечественного производства. Что почем – далее. Светлана Музыченко со своей шестилетней дочкой Миланой готовится идти в первый класс. Стильную и в то же время удобную форму подбирают будущие ученицы на школьном базаре. Сарафан, рубашка, юбка, жилетка, кардиган и брюки обходятся им в 400 рублей. Пришли сегодня в первый день, чтобы были все размеры, чтобы был большой выбор, чтобы можно было все выбрать и нарядить нашу принцессу. Мы еще будем приобретать спортивный костюм, кроссовки, туфли, школьные принадлежности и на сменку еще одежду. На подготовку у родителей и школьников остался ровно месяц. На ярмарке продавцы предлагают большой выбор рюкзаков. В моде у старшеклассников – классический черный. Малышам нравится с рисунками. Стоимость от 25 до 50 рублей. При выборе стоит учитывать возраст, рост и вес ребенка. Для первоклашек отлично подойдет ранец. В нем жесткий корпус и ортопедическая спинка. Всего много, но ассортимент по рюкзакам, куча всего. Мы форму еще не смотрели. Всегда очень хорошие. Не надо в одно место пришел и в одном месте все купил. И одежду, и канцелярию. Как бы удобно. Школьных принадлежностей здесь вдоволь. Дневники стоят по 3 рубля. Шариковые ручки и простые карандаши по 2,5. Обложки для учебников продаются наборами и стоят от 6 до 12. Их количество и стоимость зависят от учебного класса. Все в наличии. И тетрадки, и ручки, рабочие тетрадки. Все. Все, начиная от первого класса, заканчивая 11. То есть мы к школьному сезону готовы. Торговые ряды разместились на пешеходной зоне на социалистической от Карла Маркса до Держинского. Время работы ежедневно с 9 до 16, кроме понедельника. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»